Когда лень возиться с пирожками, я готовлю этот быстрый капустный пирог на сковородке. На его приготовление потребуется всего 10-15 минут, а это значит, приготовить такой пирог можно на завтрак, на ужин. Такой пирог просто настоящая находка, когда нужно что-то приготовить на скорую руку, когда гости на пороге. А также отлично подойдет для тех, кто придерживается поста. Для этого пирога нам понадобится 300 грамм нашинкованной свежей капусты. 2 яйца, чайная ложка соли, пол чайной ложки черного перца и 3 столовые ложки муки. Еще кунжут для посыпки и растительное масло для обжарки. Я шинкую капусту вот таким ножом, но делать это можно как вам удобно, шинковать желательно тоненько. Отправляем в капусту соль и перец и хорошенько все обжимаем, чтобы капуста стала мягкой. Быстрее, удобнее и качественнее всего это сделать руками. В капусту выбиваем яйца, перемешиваем и отправляем муку, вымешивая гладкое тесто до однородного состояния. Друзья, если вы впервые попали на мой канал, на нем вы найдете огромное количество разнообразных блюд, как на скорую руку, так и на праздничный стол. Салаты, выпечка, десерты, сладости. Не забудьте подписаться, чтобы не потеряться. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Его должно быть достаточно много. Отправляем все тесто и хорошенько, не спеша, его разравниваем. Выравниваем до гладкости поверхность и бока. Не поленитесь это сделать, чтобы пирог получился красивым. Диаметр моей сковородки 20 сантиметров. Если у вас сковорода больше, нужно либо увеличить количество теста, либо из этого количества у вас получится скорее не капустный пирог, а лепешка, что в принципе на вкусе никак не отразится. Посыпаем сверху кунжутом. Обжариваем на небольшом огне приблизительно по 10 минут с каждой стороны, обязательно накрыв крышкой. В такой пропорции на этот диаметр сковороды пирог получается приблизительно 2 сантиметра высотой. При желании вы можете увеличить пропорции, сделать пирог толще, но обжаривать его придется гораздо дольше. Я выбрала для себя такую пропорцию, диаметр как оптимальный. Мне очень нравится, поэтому вам рекомендую. Готовый пирог посыпаем сверху кунжутом и нарезаем порционно. Если рецепт вам понравился, не забудьте поставить лайк. Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Задавайте ваши вопросы в комментариях. И не забывайте, вся погромовка, как всегда, находится внизу в описании под видео. Пирог такого размера очень удобно есть. Подавать я его люблю со сметаной или сырным соусом. Тесто получается мягким, а по вкусу этот пирог напоминает пирожки с капустой. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok